В составе делегации представители посольства Германии, немецкого футбольного союза и немецко-российского форума. Также цветы к вечному огню возложила молодёжь. Ребята приехали в Сочи, чтобы наладить более тесный контакт со сверстниками из России. Я рад, что в рамках чемпионата мира нашей молодёжи и спортивного союза выпала возможность провести более тесные встречи с российской молодёжью. Также, пользуясь случаем, мы хотим ещё раз донести до молодых людей, какие невзгоды приносит война. Нам нужно дружное сосуществование. Что касается футбола, то мы рады тому, как российская сборная стартовала на этом мундиале. Германия на собственном опыте поняла, какого единства можно достигнуть с помощью футбола. И мы будем болеть за всех нас. Мы знаем, насколько важен этот день для россиян. Ведь именно Советский Союз тогда пострадал больше всего. Много жертв принесла та война, которую развязала гитлеровская Германия. То, что мы сегодня здесь – это знак уважения и почтения памяти павших. Но мы не должны останавливаться на том, что мы просто чтим память павших. Именно поэтому мы пришли сюда с молодыми людьми, которым говорим, что самое главное – жить в мире. И что наше взаимопонимание, уважение прав человека и дают нам эту гарантию. Завтра, 23 июня, немецкая сборная по футболу сыграет с командой Швеции на стадионе Фишт. А на стадионе Ледяной Куб завтра же состоится товарищеский матч между сотрудниками администрации Сочи и руководством федеральной земли Бранденбург. 24 июня на площади флага пройдет турнир по уличному футболу, в котором примут участие 16 российских и немецких команд.